Девочки, мальчики, всем привет! Ох, давно мы с вами уже так не виделись, что я не записывала вложики. Но я понимаю, что пора начать. И в жизни произошло за этот год очень много изменений. И постепенно я вам буду рассказывать о них. Я сейчас собираюсь на работу. У меня сегодня последний рабочий день. Сегодня 30 декабря. И я не могла вас оставить без ложеков никак. Так, хочу сейчас обсудить несколько моментов. У меня с полчаса, из этих полчаса, я вам постараюсь рассказать концепции дальнейшего развития канала. И вообще, что происходит. Первое, это язык. Так как у нас сейчас в стране идет война, у нас все перешли на украинский язык. на державную мову, так сказать. Но, смотрите, в жизни я мало общаюсь на украинском языке. У нас есть такое понятие, как суржик. Это использование украинских и частично русских слов. Но это не считается русским языком. Потому что мы не гэкаем, не штокаем. То есть у нас нет такого, где ты был, что ты делал. Мы так не говорим. Мы эти буквы проглатываем. Проглатываем. Вот мы говорим, где ты был, что ты делал. Плюс у меня такой город, где у нас это развито. Такой теалект. Поэтому эти вложки я буду вести именно так. Изредка будет украинский язык. Поскольку я не буду вам врать. Это жизнь, это влог. Но я ни в коем случае не поддерживаю российское ничего. Это раз. Обычно видео будут выходить на украинском языке. Потому что я не хочу, чтобы россияне, которые могут еще иметь доступ на их видео, их смотрели. Все очень просто. По поводу войны у нас недавно был очень сильный террор в многих городах Украины. Погибло очень много людей, как всегда. И честно, настроения новогоднего никакого. Елку никто не ставит. Праздновать не хочется. По поводу празднования нового года я думала сначала сделать это со своими друзьями. Было очень много предложений. Но потом на работе был большой завал. И я поняла, что я не хочу. Не хочу просто остаться дома с родителями. Посидеть спокойно. Потом лечь спать. Плюс у меня... Мне на работу только 3 января. В мой день на рождение. То есть у меня 3 выходных, грубо говоря. Я такая, да, я отдохнула наконец-то. Я решила не праздновать это все где-то еще. Как-то вообще нет новогоднего настроения в этом году вообще. Это слово совсем. Потому что война. И потому что погода какая-то непраздничная. У нас было, навалило много снега. А потом я весь порастала. Сейчас мы просто весна. Остатки снежка и тепло. Сегодня, например, плюс 6. Вчера было плюс 8. Соответственно, в такую погоду вообще ничего не хочется. Кстати. Вот такие салфетки купила в Аброре. Такая фигня. Я покупала еще параллельно несколько девочек со мной покупали. Но у меня они протухли. Они пахнут мужскими одеколомами, протухшим чем-то. Но они хорошие. Мне приходится ими пользоваться. Это так ужасно. Фу. Сейчас я... У меня, кстати, буду перескакивать с темы на тени. Поскольку очень много информации в голове. И все рассказать я за раз, наверное, не осилю. У меня каждый год, каждый год пытается конец года проживать и выплюнуть. Так случилось в этот раз. И где-то в начале года, в начале месяца, ноября, декабря, декабря, я ослепла с температурой на 3 дня. Это, скорее всего, была корона. Меня проживало и выплюнуло. Потом у меня это все дало на аппетит. Я не ела ничего, потому что отходила. Дало на нервную систему. Пришлось идти к доктору, чтобы он выписывал что-то вообще. И вот только-только меня попустило. Наступили рабочие будни, в которых я еле-еле, так сказать, выгребаю. И вот сегодня отрезано декабря. Ну, гадайте, что, девочки, правильно, пришли прекрасные дни календаря. Мало мне было неудачи, так сказать. Но ничего, ничего, мы держимся. Главное, что мы живы, несмотря на все, что происходит, несмотря на войну. Но, да, жить стало сложнее. Не так весело. Если в прошлом году мы еще более-менее праздновали с каким-то настроением, хотела ставить елку, вопреки всему, то за этот год мы уже настолько устали, что нет смысла радоваться, как-то радоваться чаще. Я утрирую, очень сильно утрирую, но по сути так и есть. Напишите, как у вас дела, как у вас обстановка, откуда вы меня смотрите вообще. В безопасности ли вы, и если вы, например, переселенцы, то как вы вообще выжили в этих условиях, и как вы справляетесь. Потому что я постоянно думаю о людях, которые покинули свои дома, как они вообще, это не выходит из головы. Собственно говоря, почему я решила продолжить вести канал. И один, и второй. Помимо того, что за все время, пока я его не вела, мне писали девочки, даже нашли меня в инстаграме, и написали мне, что ждут мои видео, переживают, и было очень интересно. Я поняла, что моя миссия – это быть полезной для людей. То есть, несмотря на то, какое сейчас положение, нужно людей мотивировать и настраивать на то, что все будет хорошо, и ты вот тоже живешь в этой всей… ой, симхат по мне выпало, что ты живешь в этой всей ситуации тоже, и ты находишь время на жизни, потому что ты не знаешь, в какой момент она может оборваться. И плюс, у меня появилось немножко времени свободного, и мне надо его куда-то реализовать, пока не наступило тепло, и опять не села на велик. Кстати, да, я купила велосипед, и все лето прокаталась на велосипеде. Но это потом я вам даже его покажу. Но как только я решила снимать видео, у меня-то были пару тем, которые я хотела бы… что там сим-карта выделывается, которую бы я хотела поднять, которую я хотела осветить. Я поняла, что из-за этой ситуации вот этот механизм, вот этот генератор идей, он куда-то пропал. И придумывать темы стало сложно. Но потом я такая думала, что сейчас нужно людям? Что сейчас нужно людям? Что-нибудь, чтобы отвлечься? Какой-то просто позитив, тепло, простота, наверное. Поэтому решила не запариваться. Что в голову придет, я буду снимать. Пусть это будет не настолько классно вырезано, как у профи-блогеров, но и у меня мои каналы направлены на простоту, на уют. Мне, кстати, многие знакомые сказали, за что они любят мой канал, за то, что он ламповый. То есть уютно смотреть, как будто ты дома, где-то в детстве сидишь, смотришь телевизор. Это было классно. Там приятный комплимент был. Так, девочки, это минимум того, что я хотела с вами обсудить. Я постараюсь сегодня записать для вас ложек этого дня. У меня там есть некоторые покупочки, которые я хочу вам показать вечером, если у меня хватит тела. Я обязательно сниму вам новый год. И день рождения, конечно же. Так что оставайтесь со мной, пишите комментарии. Ну, я не прощаюсь, буду снимать вам еще. Просто надо собираться на работу. Сегодня последний день, и люди, думаю, будут на работе, несмотря на то, что уже поздно все это заказано. Так что всем хорошего дня. Я побежала. Кстати, девочка, у меня открытый инстаграм, поэтому заходите, подписывайтесь. Там я пущу много моей жизни. Стори сделаю. Стараюсь часто делать. Очень красиво. Просто выкладываю. Так что подписывайтесь обязательно. Вот такая у меня красота. Вот такая вышла. И скорее всего, с такой же прической. Я сегодня приду. У меня вообще нет желания. И настаивание мыть волосы. Я просто про них забывала. Вот забыла, и все. Я как-то раз чуть не пошла с вот таким намазанным консилером под глазами. Я не знаю, как сегодня этот день проработать. Я уже ничего не хочу. Я уже вроде с вами попрощалась до следующего включения, но никак не могу убрать теперь телефон. Теперь вы мой лучший друг, мама, папа, брат. Буду на вас все сливать. Мне вообще полезно вслух проговаривать свои какие-то моменты, вопросы, которые меня беспокоят. Потому что я так, ой, я так легче соображаю и накажу ответы для себя. как быть дальше. Так что буду чаще появляться. Покажу вам еще окончательный результат. Еще надо припудриться. Я имею в виду с прической, хотя мне так нравится. Ну, конечно, ужасно. Когда я начну делать что-то специально, так никогда не получается. Так, что там у нас? Уже половина. Мне надо собираться. Так что встретимся в следующем кусочке. в следующем кусочке. В следующем кусочке. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вот так я сегодня буду выглядеть. У нас будет еще там красночки черные будут. Накрутила что-то на голове, блестит и хорошо. Пойду так. Все, побежала работать. Вот такая у нас погода. Я в кроссовках в осенних, зиму, декабря. Как видите, все порастовало почти. Ах да, я без шансовки, кстати. Уже третий день из-за плюсовой температуры иду. Ну так хорошо на улице. Птички поют, как весной. Единственное, хочется спать. Я сейчас иду по улице по своей. И в будние дни ни одного человека на улице нет. Ой, фу-ты. В выходные дни никого на улице нет. Сейчас у меня рабочий день. Но у людей, я так понимаю, в выходной никого вообще на улице. У нас этот магазин рабочий нет. Ничего не выставлено. Тут людей тоже нет вообще по улице. Только машины катают. А мы идем на работу. Нет, я не жалуюсь просто. Констатирую факт. Еще у меня на холодной погоде слезать на пласке. Короче. Я думаю, что сегодня весь день мы будем просто сидеть. Ждать, пока приду, позабираюсь в кассу. Ну что, я вырвалась на метр. Хочу вам сказать. Вот сейчас в городе реально много людей. Их просто нереально набежало. Я даже пошла дворами. Потому что я уже не выдерживаю этот поток. Не хочу видеть людей. У нас на работе сегодня более-менее спокойный день. Только все заказы забирают. И, честно сказать, скорее бы уже конец дня. Поскольку я хочу домой. Я вообще в этом году не подготовлена. Из-за работы я даже не... Даже своим подарки не купила. Мало того, что я их не купила, я даже не знаю, что покупать. И маме я знаю, я куплю. Духи у меня закончились, я знаю. А папе вообще без понятия. У меня такое, что мне никогда ничего не надо. Короче, посмотрим. Надо будет спросить, что он хочет. И купить сегодня. У нас сегодня сокращенный день. Ну, что субботу. Все с победой. Быстро никогда работаю. И все. Три дня отдыха. Так, друзья. Мы уже закончили работать. Это был последний рабочий день. В этом году враг. И мы сейчас с подружкой пошли в Аврору. У нас открылась огромная Аврора. Но, к сожалению, себя не сниму. Меня просто не видно. Вот это все, что я вижу впереди. И покажу, что там есть. И там купим, если купим. Как раз получили премию. Да, Лен? Можно потратить. Я хотела купить живой цветок, говорю. Вскусственный цветок. Но тут о старых штуках вот такие. Мне еще нравится вот это алоэ или что это? Так и выживое. Агала. Да мне есть, но она так красиво не растет. А тут еще была, как она называлась? Фиолетовая лаванда. Да, лаванда. Берем. И сюда. Беремочка. Брали ничего, почти не взяли. Пришли в АТБ. Это не мое. Пришила еще морожку съесть. Ну что, наши приключения не заканчиваются. Мы идем еще в другой АТБ, потому что здесь не было огурцов и помидоров, которые меня мама просила пить. Ну, ладно, он же все равно тут рядом в центре. Сейчас я морожку позаряжусь. Меня это спасет. Надеюсь. Села кушать, только домой дошла недавно. А у меня на ужин картошка из духовки и сало. Это типичный украинский ужин. Это называется, когда завтра Новый год и ничего нельзя есть еще. Ты кушаешь то, что можно. Сижу перекусываю. Очень устала. Все, теперь впереди три выходных и в день рождения 3 апреля я только выхожу на работу. Вот. Покажу вам, наверное, уже в другом видео свои книги. Новое. Потому что как-то я уже подустала что-то записывать. Запишу завтра вам вложку. И... А, в завтрашном уход. Кстати, капец, я уже забыла про него. Потому что у меня уже... Все, у меня голова не соображает. Поэтому, наверное, уже увидимся с вами в завтрашнем уходе. Спасибо, что были со мной. И всем хорошего Нового года. Субтитры сделал DimaTorzok